Субтитры сделал DimaTorzok Сегодня мы поговорим о том, как планировалось создать репрезентации еврейского прошлого и еврейского настоящего в музеях 30-х годов. В частности, в фокусе этой лекции будет так называемая еврейская секция в Государственном музее этнографии в Ленинграде, которая там работала в 30-е годы. Есть несколько причин, почему я выбрал именно эту структуру для демонстрации основных тенденций еврейского музейного строительства в СССР и построения музейных репрезентаций. Во-первых, работа секции оказалась прекрасно документирована в архиве и фототеке Российского этнографического музея, бывшего государственного музея этнографии. Там сохранилось значительное количество документов. Это протоколы заседаний, секции, планы, отчеты о работе, экспедиционный материал, включая фотографии, списки экспонатов, переписка с различными советскими и зарубежными музеями, частными коммуникационерами и прочее. И причем все эти документы, включенные в два, по сути, фонда, в настоящее время полностью обработаны и доступны для исследователей. Во-вторых, в отличие от других научно-исследовательских и музейных структур в Советской России, в результате деятельности этой еврейской секции был подготовлен некий конечный продукт. Это была выставка «Евреев царской России в СССР». И, собственно, создание этой выставки являлось основной задачей секции. Об этой выставке детально мы поговорим на следующей лекции. Да, а пока лишь замечу, что вот эта выставка, по мнению многих специалистов в области иудаики, сотрудников различных музеев в 30-е годы, была, безусловно, признана достижением в музейном строительстве тех лет. В-третьих, в числе сотрудников еврейской секции были настоящие профессионалы, по сути, выдающиеся исследователи в области еврейской этнографии, истории религии и музейного дела, чьи публикации во многом определяли еврейские экспозиции в других музеях Советской России. Ну и в-четвертых, наиболее активный период деятельности еврейской секции в Государственном музее этнографии приходится как раз на годы большого террора в СССР. Да, то есть, в связи с чем, вот это вот изменение политической ситуации в стране и как следствие пересмотра национальной политики постоянно влиял на работу секции и строительство ее главного детища, выставки евреев Царской России и СССР. И поэтому, учитывая сохранившиеся документы, представляется возможным определить масштабы и результаты этого влияния на репрезентации прошлого, настоящего, ну и, можно сказать, в определенном смысле будущего российского еврейства музейных экспозиций. Ну, далее, я думаю, что нужно, наверное, как-то хотя бы в общих чертах обрисовать вот тот контекст, исторический контекст в Советской России и поговорить о том, так сказать, какое было отношение со стороны советской власти к евреям в 20-е годы. Да, то есть, в 20-е годы, ну, может быть, в начале 30-х, но, в основном, в 20-е, да. Ну, с одной стороны, советские руководители, например, Михаил Калинин, да, вот, председатель ЦИК РСФСР, там, всесоюзные старосты и так далее, очень известные фигуры, писал о русских евреях как о национальном меньшинстве, которые в царское время, я цитирую, подвергались угнетению и находились в бедственном положении на грани человеческого терпения. А кроме того, во время гражданской войны евреи подстрадали от рук белогвардейцев и всевозможных бан, заклятых врагов советской власти. Это, как бы, такой, так сказать, взгляд с одной стороны. С другой стороны, социальная политика советской власти была такова, что более 40% еврейского населения советской России оказалось включено в категорию лишенцев. Ну, может быть, кто-то может сказать, кто такие лишенцы? Кого относили к этой категории в советское время? Да, да, ну а кто? Кто хорошо слушал козы? Ну, хорошо. Значит, ну, вообще, лишенцы, да, то есть это была такая категория населения людей с ограниченными гражданскими правами в соответствии с большевистской конституцией 18-го года, да, и этот статус обычно присваивался к большой группе так называемых нетрудовых элементов. Я вот думаю, говорит вам, что вот это слово сочетание, по-моему, оно сохранилось там вплоть до 80-х годов. То есть вот эти вот нетрудовые элементы. Ну, кто это были? Мелкие торговцы, владельцы небольших ремесленных мастерских, и вообще говоря, там, не знаю, раввины, например, да, и вообще говоря, вот, например, мелкая торговля и ремесленное производство, это было основа экономики еврейского местечка. И понятно, что в результате гражданской войны, там, революции и так далее, то есть она была полностью разрушена, и еврейское население находилось, по сути дела, на грани, ну, как бы мы сейчас сказали, гуманитарной катастрофы. То есть не было сырья, нельзя было произвести какие-то продукты, их как-то продать, вообще как-то выжить. Ну, хорошо, а вот теперь, может быть, кто-то знает, какой был выход у лишенцев, да, а что им надо было сделать, чтобы, ну, скажем, получить вот эти вот возможные для того времени гражданские права и как-то интегрироваться вот в это советское общество, кто знает. Еврейский ковхоз чуть позже подальше. Правильно, правильно, то есть нужно было либо стать земледельцем, да, там, не знаю, либо стать, ну, не знаю, там, рабочим, да, то есть вот войти в категорию, значит, вот этих вот, так сказать, пролетариев, да, то есть характерных, значит, для этого времени. И таким образом, хотя Калинин и заявлял, что евреи, как и другие национальные меньшинства, испытывавшие угнетение при царском режиме, получили все гражданские права с приходом советской власти, хотя мы знаем, когда они получили гражданские права, несколько раньше. После Евразии. Да, абсолютно верно, да, то на практике значительная часть еврейского населения, все-таки 40%, да, стране оказалось чуждым советской власти и по-прежнему находилось в бедственном положении. Ну и, ну вот, например, хорошая фотография, мне очень нравятся лишенцы, то есть вот мы видим, чем торговали в местечке, там, в 27-м году, то есть, по сути дела, ничем, да. Ну и понятно, что советская администрация должна была как-то вот, так сказать, как бы мы сейчас сказали, разрулить все вот эти противоречия. Ну, с точки зрения социально-экономических отношений, масса еврейской бедноты из местечек бывшей, черты и оседлости должны были как-то участвовать в производительной деятельности, то есть, стать крестьянами или рабочими. А с политической точки зрения необходимо было сформировать вот эту новую идентичность так называемых советских евреев, которые должны были быть, во-первых, лояльными к советской власти, и, во-вторых, должны были вписаться в социально-экономическую среду, в которой они жили. Ну и, как я уже говорил на прошлой лекции, ведущую роль формирования советского еврейства должен был сыграть проект еврейской земледельческой колонизации и создание еврейских автономий в СССР сначала в Крыму, да, и Южную Украину, а позже в Горобиджане. Но в начале 20-х годов превращение вот этой еврейской бедноты, в том числе и лишенцев, крестьян казалось вполне разумным выходом, без сложной экономической ситуации, в бывшей черте оседлости, причем не только власти, но, что самое главное, самим евреем. В полном соответствии, например, с идеями, там, москелин, да, аморальной ценности крестьянского труда, да, то все это, в общем, вполне вписывалось вот в некие определенные такие идеологические построения, да. Ну, и более того, в начале 20-х годов многие евреи из местечек начали самовольно переселяться на какие-то свободные земли в Украине, чтобы как-то их обрабатывать и собирать какой-то урожай и таким образом как-то просто выжить вот в этой сложной ситуации. Ну, и понятно, что советская власть должна была возглавить этот процесс, да, его как-то институциализировать, и для этого были созданы вот две организации, вы видите на слайде, это, значит, Камзет, да, и Азет, да, ну, и мы видим, что Камзет, это была, в общем, государственная структура, да, а Азет, вот если вы видите внизу, да, это была такая общественная организация, ну, скажем, квази-общественная организация, которые, в общем, вот эти две организации, и, по сути, возглавили вот этот проект еврейской земледельческой колонизации. Ну, и, как вы понимаете, что ведущие посты в обоих этих организациях заняли представители евсекций, да, ну, а что такое евсекция, вы знаете, да, кто может сказать, наверное, тоже плохо... Еврейская. Что? Еврейская секция. Да, ну, еврейская секция про коммунистической партии, да, то есть при... То есть была такая политика коронизации, да, и при коммунистических, там, не знаю, отделения коммунистической партии создавались такие национальные, как бы, группы, да, вот национальные секции, были не только еврейские, были там, как и белорусские, какие угодно, но вот, в частности, еврейская секция, она, в общем, была достаточно влиятельна в это время. Вот. Ну, далее, что важно сказать, что в 1926 году на Первом Всесоюзном съезде Азета Михаил Калинин высказал мнение о планах создания еврейской автономной единицы в СССР. И вообще он подчеркнул, что советское правительство, ну, готово поддерживать этот проект, и более того, даже стали говорить уже о возможности создания такой еврейской республики. И это выступление с энтузиазмом было воспринято как в СССР и как за рубежом, и особенно западная пресса назвали его декларацией Калинину по аналогии с декларацией Бальфора, да, то есть кто это, что за декларация Бальфора, кто знает. Абсолютно верно, да, в 17-м году было написано письмо, да, и вообще вот о таком доброжелательном отношении Великобритании, ну, как сказать, к сионистским устремлениям евреев, да, это письмо он написал Лорн Бальфор, послал его кому? Ротшильду, барону Ротшильду, и, значит, вот это, можете посмотреть, такой был очень важный момент в сионистском движении. Ну, а здесь вот видите фотографию это выступления Калинина. Ну, и первоначальный проект еврейской земледельческой колонизации, создание еврейских астономий в СССР, включал в себя широкомасштабное переселение евреев из местечек бывшей оседлости на свободные земли Южной Украины и Северного Крыма, и при этом это движение нашло поддержку у различных зарубежных филантропических организаций, таких как, например, Joint, ОРД, да, что такое ОРД, кто знает? Общество, да, да, все правильно. Вот, ну, еврейское колонизационное общество, да, и в конце 20-х, в начале 30-х годов, вот, как мы видим тут вот на этих картах, были созданы десятки новых еврейских сельскохозяйственных колоний, впоследствии колхозов, и даже были организованы пять районов, национально-административных еврейских районов, где, ну, действительно, языком был идиш, где вся документация вылазь на идиши. Ну, эти вот районы были созданы, вот, опять же, в Южной Украине и в Крыму. Вот, но, однако, вот, конечная цель, да, создания какой бы ни было еврейской республики, здесь натолкнулась на сопротивление местных партийных элит, которые в это время пытались провести свои собственные национальные переселенческие проекты, и, вообще говоря, ну, всячески тормозили выделение вот этих участков земли для еврейских переселенцев. Ну, вот, в частности, вы видите здесь вот эти вот первые фотографии, ранние фотографии колоний в Крыму и на Украине, там, да. Ну, и вот, идем дальше, и вот этот вот самый первый конфликт, да, ну, один из самых серьезных конфликтов, на самом деле, даже, можно сказать, скорее, последний, привел вообще к отставке всех членов Центрального исполкома Крыма, а его председатель Вели Ибрагимов и секретарь общества содействия переселению татар из Турции Мустафа Абдула были обвинены в восстановление контакта с бывшими белогвардейцами, приговорены к казни Верховным судом Российской Федерации, и приговор был приведен в исполнение 9 мая 1928 года. Ну, и далее, вот, учитывая вот этот вот негативный опыт создания еврейской республики в Крыму, руководство Канзета стало искать какую-то новую территорию для еврейской колонизации. Одним из важных аргументов, например, в выборе Биробиджанского района, вот здесь вы его видите на карте, да, это стало наличие свободной незаселенной территории. Ну, и, в частности, известный публицист азетовский, такой Исаак Сударский, в своем памфлете «Биробиджан и Палестина» 30-го года утверждал следующее, что «Биробиджан почти не заселен и на эту землю не имеется претендентов со стороны местного населения». То есть это вот конкретная цитата. Ну, в общем, об этом же писал в своем исследовании исторические предпосылки колонизации Биробиджанского района профессор Ленинградского университета Владимир Ващинин. Кстати, сразу скажу, что он был арестован в 1931 году и приговорен к 10 годам лагерей. И он указывал в своей работе, опять я цитирую, что район этот, то есть Биробиджан, населен крайне слабо, его общая плотность населения около одного человека на квадратный километр. Однако отмечал далее, что лучшие земли в районе, расположенные по реке Амур для прикрытия границ, уже заселены казаками, а также корейцами. Да, иными словами, вот если мы вспомним вот этот концепт «cohabited space in contested areas», в случае переселения в Биробиджан значительного числа евреев, эти самые лучшие земли могли превратиться, вот это вот пространство совместного проживания на оспариваемой территории со стороны корейцев и еврейских переселенцев. Что на самом деле получилось в итоге? Ну, вот в частности, здесь мы видим фотографию вот этих вот амурских казаков. Ну, что нужно сказать в отношении казаков? Здесь ситуация была крайне сложной, ну, потому что следует отметить, что как раз амурские казаки Биробиджанского района, они поддержали, так сказать, белое движение, выступили на стороне Колчака против советской власти. И после поражения Колчака они со своими семьями ушли в ближлежащую Манчжурию, а оставшиеся были беспощадно уничтожены не чекистами. И вот, в частности, такой известный исследователь, как Ферик Сарянский, пишет, что, например, если до революции в Биробиджане проживало 19 тысяч амурских казаков, то к 23-му году, по его данным, осталось не более 600 человек, да, то есть всех либо убили, либо они эмигрировали, ну, по сути, вот так громиться в это время не охранялось, просто ушли в Манчжури. Вот. И вообще говоря, далее вот интересный возникает вопрос по поводу того, как вообще формировалась структура населения в Биробиджане, ну, там, не знаю, вот в момент начала вот этого переселения евреев из местечек бывшей черты оседлости на Дальний Восток. Ну, вот я пытался в этом разобраться и посмотрел довольно много различных отчетов, например, изыскательских экспедиций, которые были направлены в Биробиджан во второй половине 20-х годов. И они также проводили какие-то статистические исследования. Ну, и также я посмотрел, допустим, материалы переписи 30-го года. И, в общем, тут, как это обычно бывает в советской статистике, все данные как-то они совершенно не бьют и непонятно. Но, тем не менее, мне кажется, что вот перепись 30-го года более-менее репрезентативна в нашем случае. И вот, значит, первая графа была русские. Это, ну, 27 тысяч. То есть русские, включая амурских казаков. Вообще говоря, интересно, что вот во всех этих переписи амурские казаки не выделены в отдельную этническую группу. Да, они всегда включены в группу русские. Вот. Ну, я думаю, что в этом тоже есть какой-то такой идеологический момент, чтобы, значит, показать, что вот, как бы, вот амурские казаки, да, там, ну, как там писали младшие братья русских, вот. И они, как бы, все составляют некую единую группу. Дальше идут украинцы 3 тысячи, корейцы около 4 тысяч, дальше идут китайцы, там, 500 человек, затем так называемые аборигены, тунгусы, якуты, гольды, 700 человек и евреи, всего 2672 человека в это время. Вот. А всего 38 тысяч человек проживало в Биробиджане, согласно переписи 30-го года. Ну, и далее, вот, надо сказать, что вот эти вот, так сказать, методологические подходы, выработанные в рамках пространственного поворота, предусматривают изучение территории, предназначенной для колонизации. Вот. И как видно, например, вот на этом слайде, да, ну, то есть мы сейчас вот посмотрим, что действительно, так сказать, земли пригодны для обработки в Биробиджане было достаточно мало, да, и она действительно располагалась вот либо по берегам Амура, да, вот здесь, либо вот здесь, вдоль железнодорожной магистрали, а в основном это были горы и болота, там, так сказать, леса и так далее. Вот. Ну, вот, сейчас я вам покажу другой слайд. Вот. То есть это вот схема, да, вот, из книжки Маши Герсон. Вот. И здесь вот наглядно видно соотношение земель в Биробиджане. То есть видим, в основном, болото, там, лесистые горы, да, вот эти леса, кустарники, да, так называемая релька. И вот не так много вот этой земли, которая уже, в общем, была обработана, и она была как-то пригодна. Вот. И далее вот у меня всегда был такой вопрос интересный. А как же можно было организовать успешную колонизацию вот этой территории и переселение евреев, в то время как вообще везде написано, что в это же время происходила интенсивнейшая миграция корейцев из ближайшей Манчжурии, даже с корейского полуострова. Да, то есть, опять же, здесь очень трудно найти какую-то статистику, потому что почти вот эти вот все корейцы, они избегали натурализации, самовольно селились на свободных землях, пригодных для сельскохозяйственной обработки, и основывали там свои поселения. Причем, судя по разным источникам, это были, в общем, процветающие поселения. Да, и понятно, что вот к этому 30-му году уже многие земли, да, ну, большая часть, по крайней мере, вот этих вот пригодных для обработки земель была уже занята, да, а вот эти все там, так сказать, тайга и прочее, для того, чтобы их рекультивировать, обработать, требовали значительные, ну, как бы мы сейчас сказали, инвестиции в это, да. Вот. Ну, и вот что интересно, что, конечно, данная проблема вполне осознавалась и в центральной власти. Так, например, еще в декабре 26-го года президиум ЦК РСФСР определил порядок земельноустройства корейского населения, согласно которому запрещалось наделение землей иммигрантов от границы с Кореей до города Хабаровска, и предписывалось переселить всех корейских иммигрантов, не получивших землю на север Хабаровского округа. Да, однако, планы корейского переселения в полном объеме так никогда... Ну, то есть, они были выполнены в итоге, потом мы поговорим, но, по крайней мере, вот в 20-х, практически до 37-го года они так и выполнены не были. Ну, и по поводу невыполнения постановления 26-го года в сводках Дальневосточного Крайкома указывалось, опять, я цитирую, что корейское население крайне отрицательно отнеслось к планам переселения. Со стороны ряда корейских граждан звучали заявления, что они добровольно не уйдут с данных территорий, и переселение может произойти только через насилие. Ну, и отсутствие возможности выполнения данного постановления можно усмотреть, вот опять же, в этой политике коренизации, проводимой советской властью в 20-е, 30-е годы, которая, эта политика была призвана сгладить вот эти противоречия между центральной врачей и нерусским населением в СССР. И так, уже в 30-м году с одной стороны, неудачная попытка переселения корейцев объяснялась сопротивлением со стороны корейского партактива и искривлением национальной политики, связанной с созданием карельских сельсоветов не по территориальному признаку, а по национальному. Ну, и с другой стороны, сельскохозяйственная продукция корейских ферм, она, в общем, занимала значительное место в продовольственном секторе Дальнего Востока, и власти, в общем, не спешили от нее отказываться. Ну, с конкуренцией со стороны корейцев за наиболее привлекательные участки земли создатели еврейско-автономной области столкнулись едва ли с первых лет освоения Беребджанского района. И приведу лишь один пример. Один из, так сказать, важных членов Камзета и Азета, в частности, он был заместителем председателя Азета, Абрам Мережин, в докладе, сделанном по возвращению из Беребиджана на заседание Камзета в июле 28-го года, отмечал, что некоторые корейские работники предложили сузить северные границы Беребиджана, потому что, как они утверждали, северный угол уже занят корейскими переселенцами, так как годен под рис. Далее он описывает проблему расширения станции Тихонькая, которая предполагалась привлатить в столицу будущей еврейской республики, город Беребиджан, которая, вот эта проблема, возникла из-за группы каерских крестьян, которые уже начали в этом районе заниматься рисосением, что препятствовало дальнейшему росту усадебной площади Тихонько. И в целом данное противостояние Беребиджан вполне, может быть, с риторикой еще царских востей, называл корейским вопросом. И отметил, что решить его следы путем переселения корейцев выделены им территории на севере Дальнего Востока. И поэтому, отметил он заключение данного документа, нет ничего несправедливого в том, что мы относимся отрицательно к заселению корейцами, передоставленного для трудящихся евреев в Беребиджан. А теперь нам, конечно, интересно рассмотреть, как были репрезентированы корейцы. И понятно, что она нашла отражение на графических описаниях, в материалах этих изыскательских экспедиций, и также в путевых очерках по журналитству. Ну, в частности, вот одна из таких очень мощных экспедиций была в 1928 году, ее возглавлял профессор Борис Брук, и в частности, вот он писал о корейцах следующее, то есть просто я цитирую опять, что «Сельскохозяйственные орудия у корейцев совершенно первобытные времен ассирийских». Ну, то есть, что это такое? Это вот типичный пример экзотизации, о котором мы говорили. Ну, вот еще корейцы, пожалуйста. Кстати, это фотографии еще одной экспедиции. Однако, дальше пишет он, «Главное свое благосостояние корейцы построили на культуре маака опий, которая является в настоящее время запретной. Опий являлся в крае, особенно среди китайско-корейского населения, ценностью не менее привлекательной, чем золото. На опий расцениваются различные блага. И вот это вот очень интересно, да? То есть, вообще говоря, производство опия запретили еще в 1926 году, да? Это, но тем не менее, все равно вот эта вот идея о том, что вот это благосостояние корейских поселений основано на организации, как бы мы сейчас сказали, наркотрафика, да? То есть, оно, на мой взгляд, тоже очень интересно, да? Ну, и особенно здесь вот великолепная книга такого журналиста Виктора Финка, который называется «Евреи в тайге», да? Причем эта книжка вышла в двух изданиях, которые очень отличаются друг от друга, вот. Но, в частности, вот в этом издании, да, Виктор Финк, он сам посетил Горобиджану неоднократно, он был, в общем, критиком, особенно в начале вот всей вот этой идеи создания еврейской республики в Горобиджане, вот. Но затем как-то он с этим, с этой идеей смирился, и вот что он пишет о, значит, о корейцах, да? эти дяди с козлиными бородками, кулаки, они к тому же разбогатели на опиуме. Колоссальные плантации мака давали им долгие годы сотни пудов опиума. Маковые плантации обрабатывались руками полуголовных китайских рабочих. Это были подлинные рабы. Вот, очень интересная интерпретация, которая, вот, по сути, лишала корейцев права на владение землей и работала на легитимацию их выселения из приграничной полосы. И более того, таким образом, вот эта вот экономическая и этническая конкуренция переносилась в область классовых отношений и сводилась к борьбе вот с классово-чуждыми, которая находилась в идеологическом русле кампании по раскулачиванию проводившейся советской власти в 29-30-х годах. Да, то есть он пишет, что они кулаки, да, то есть они, вот, так сказать, прямым текстом здесь это сказано. Вот, ну, дальше, как мы знаем, что 28 марта 28 года президентом Центрального Исполнительного Комитета СССР был издан исторический указ о еврейской колонизации Беребиджанского района. И в одном из пунктов этого документа, в частности, подчеркивалось, что в случае успешного переселения евреев Беребиджан следует учитывать возможности создания национальной административно-территориальной единицы на территории данного района. То есть, вот, возможно, создание республики. Да, ну, в частности, вот, вы видите еще одну фотографию собрания музея, это вот здесь рисовые плантации корейцев, так, вот, ну, и далее, идем дальше. Теперь давайте поговорим об агитационно-пропагандистской кампании по переселению евреев в Беребиджан, ну, и вообще, вот, по, так сказать, как тогда это называли страшным словом, продуктивизации еврейского населения. Вот, начиная с середины 20-х годов, на фоне вот этого всего проекта еврейской земледельческой колонизации была развернута совершенно беспрецедентная агитационно-пропагандистская кампания. Ну, понятно почему, да, с одной стороны, необходимо было мобилизовать еврейские массы на переселение в неосвоенные районы Крыма и Дальнего Востока, а с другой стороны, преодолеть антисемитские настроения, и сформировать благоприятное отношение к переселенческому проекту у самых широких слоев населения СССР. Ну, и к 30-м годам по заказу Азета, советской журналистикой, литературой, живописью, кинематографом была создана целая галерея монументальных образов советских евреев, колхозников и рабочих, покорителей Крымской степей и Барбиджанской тайги. Вот вы здесь видите это наглядно. А дальше такой вот интересный момент, что вот обычно вот этот художественный, другой дискурс, обслуживающийся некую совокупность образов, как бы обеспечивает некое наличие зазора между нею и реальностью массового сознания потребителей данной интеллектуальной продукции. То есть по крайней мере есть зазор между репрезентацией и объектом репрезентации. То есть понятно, что репрезентация и объект это в общем не одно тоже нельзя ставить так сказать в один ряд. Однако в 30-е годы усиление идеологического давления было направлено в том числе как раз и на преодоление этого зазора. То есть по сути дела на отождествление объекта и его художественной научной или какой-либо иной репрезентации. То есть как раз и репрезентации и объекты репрезентации могли быть поставлены в один ряд. и совершенно понятно, что к решению этой проблемы было привлечено научное сообщество и в первую очередь сотрудники этнографических музеев. Ну тоже вы знаете, что в Советском Союзе на доверие к науке как наиболее объективному интерпретатору реальности было общепринято, да и вообще вся советская действительность структурировалась и строилась в соответствии с марксистско-ленинской классовой теорией развития общественных отношений. Поэтому вот научное подтверждение результатов преобразования в рамках советского еврейского национального проекта со стороны этнографии как науки изучающей народы ну конечно имело исключительное значение. И согласно справедливой оценке известного исследователя советской культуры Евгения Добренко между революционной и сталинской культурами существует фундаментальное и функциональное различие. Но вот он пишет, что в революционной политической культуре социализм был прежде всего политическим и экономическим проектом, тогда как в сталинской деполитизированной культуре он стал проектом сугубо репрезентационным. И вот интересно, что к этой же по сути к этому же выводу приходит например Владимир Паперн в своей знаменитой работе «Культура 2». Я думаю, что вы ее читали, но там в качестве материала он использует архитектуру. Но вот вывод о важности вот этой репрезентационной составляющей самого проекта у него тоже присутствует. Это очень интересно. Ну и мы понимаем, что вот это высказывание о приоритете репрезентационной составляющей полностью относится к советскому и еврейскому модернизационному проекту, который являлся интегральной частью вообще общего сталинского проекта построения социализма. И что интересно, дело даже не в том, что вот эта еврейская земледельческая колонизация сопровождалась масштабной агитационно-пропагандистской кампании в советских средствах массовой информации, инициированные вот как раз вот этими специально созданными Камзетом и Азетом, а в том, что по мере постепенного сворачивания вот этого проекта, еврейского проекта, его репрезентационная составляющая становилась все более значимой. то есть иными словами, убедительная репрезентация успехов еврейского национально-культурного и хозяйственного строительства в СССР имела не меньше политическое значение, чем сами успехи, которые становились все скромнее по мере того, как советское руководство вообще постепенно теряло всякий интерес к самому вот этому еврейскому модернизационному проекту. Ну и понятно, что данное обстоятельство оказало существенное влияние как на создание еврейской секции в Государственном музее этнографии в Ленинграде, так и на формирование строительства вот этой выставки евреев царской России СССР, которая должна была наглядно продемонстрировать так сказать те значительные достижения, которые произошли в связи с переустройством социально-экономической структуры еврейского общества в Советском Союзе. И музеификация достигнутых результатов, в особенности в области хозяинного культурного строительства еврейско-автономной области должна была придать всему модернизационному проекту СССР вполне законченный реализованный вид и, так сказать, научно подтвердить его воплощение в жизнь. Ну и судя по памятной записке составленной в 1937 году профессором Дмитрием Базнеевым, вот вы его видите здесь на слайде, одним из инициаторов создания еврейской секции, реализация данной цели представлялась приоритетной для вновь создаваемого подразделения этнографического музея. Еще в октябре 1934 года состоялось заседание Ленинградского отделения Лена Азета и при участии его почетных членов это был как раз профессор Познеев и профессор Семен Грузенберг, а также заведующего отделом народа Белоруссии государственного музея этнографии Антона Супинского и было решено обратиться к члену редколлегии наркомпроса Феликсу Кону о создании Биробиджанского отдела при музее. И здесь вот очень важно обратить внимание на то, что первоначально предполагалось создать Биробиджанский отдел в этом музее. То есть как бы вообще за вот эту всю еврейскую этнографию должен был отвечать вот такой Биробиджанский отдел. И вообще говоря, вот эта проблема статуса вот этого нового образования еврейской секции. Как мы увидим дальше, она все время очень волновала всех ее членов и также сотрудников музея. Ну, иными словами, изначально предполагалось, что музейная репрезентация еврейского хозяйственного культурного строительства СССР будет связана в первую очередь вот с этой самой новой родиной всех советских трудящихся евреев на Дальнем Востоке страны, которая, ну, так называлась вот эта вот еврейская автономная область советских средств массовой информации и вот эта еврейская автономная область была учреждена, как вы, наверное, 7 мая 34-го года постановлению в ЦИК. Ну, и в связи с этим уместно вспомнить еще одно заявление, да, я думаю, что вы, наверное, об этом слышали, которое также было сделано Михаилом Калининым тоже в 34-м году, также в мае во время встречи с делегацией рабочих московских предприятий работниками еврейской печати в связи с учреждением ЕАО. И тогда всесоюзный староста озвучил, ну, скажем, некую, так сказать, официальную точку зрения советского руководства, ну, я цитирую, что образование еврейской автономной области в наших условиях есть единственный способ нормального государственного развития еврейской национальности. И лет через 10 Биробиджан будет важнейшим, если не единственным хранителем еврейской национальной культуры, да. А, скажите, полагалось, что это самый Биробиджанский отдел, он, например, в Биробиджане расположен, то есть... Не-не-не-не, он будет расположен в Ленинграде. А. Не-не-не, это же все, вот этот вот отдел должен быть расположен, так сказать, или должен входить в структуру вот этого государственного музея на графе. Но мы увидим дальше, сейчас я просто расскажу, мне кажется, это интересно, потому что там всякие были метаморфозы дальше. Интересно было такая, что он должен заниматься условно для современной этнографии, то есть не собирать всяких ламу у тех, кто туда приехал. Нет, 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 вот это все интересный вопрос, потому что это как раз все было, так сказать, дискуссионно, да, в это время. Вот, ну, я просто дальше расскажу, вы там увидите, как все это складывалось, да, ну, и следует отметить далее, что позднее, как и ряд других российских востоковедов, был активным сторонником Биробиджанского проекта, и в частности, в своей статье «Борьба за еврейский язык» он писал, вот опять я процитирую, и вот почувствую территорику, так сказать, вот этих вот документов, да, что 9 февраля 37-го года исполнилась годовщина одного из крупных и радостных событий в истории ИАО «Посещение Биробиджана» сотрудником гениального товарища Сталина, железным наркомом путей сообщения, товарищем Кагановичем. Блестящей двухчасовой речи на собрании городского и областного партийного актива столицы ИАО товарищ Каганович начертил целую программу строительства области, да, вообще говоря, как вы знаете, что после вот этой вот поездки Кагановича в Биробиджане начались репрессии, да, которые также привели к тому, что вообще все руководство было смещено, там Либерберг и Хавкин, два главных руководителя, ну, Либерберг был расстрелян, Хавкин там арестован, он как-то выжил, вот, и также действительно очень много людей, там огромное количество, большая часть населения тоже была арестована, ну, и в частности об этом есть вот, скажем, замечательная книга «Мечты и трагедия», да, которая построена как раз на документах из Биробиджанского архива, вот, по поводу этих репрессий, да, но, то есть, по крайней мере, нам не хочет упрекнуть Познеева, потому что мы видим, что он был вполне лоялен к советской власти, но, далее, судя по другим опубликованным и не публикованным статьям Познеева, он считал, что с одной стороны создание еврейской автономной области в Биробиджанском районе будет способствовать экономическому развитию края, богатого, полезными, ископаемыми, а с другой стороны послужит решение так называемого еврейского вопроса, то есть, обретение евреями своей территории государственности. Ну, и возвращаясь к истории организации еврейской секции в Государственном музее этапографии, обратимся вновь к памятной записке Познеев, в которой сказано, что дело тянулось два года, до ноября 36-го года, когда оно почему-то опять всплыл, и возник вопрос об экспедиции и создании еврейской секции в составе белорусского отдела. Ну, и далее, приказом директора Государственного музея этапографии Николая Таланова Познеев был назначен консультантом музея с возложением обязанности по подготовке открытия секций. И вот интересно, что в архиве российского этнографического отдела отложилась многостраничная переписка Познеева с руководством этнографического музея по поводу организации еврейской секции, и в основном вся эта переписка посвящена административному статусу этой секции. Ну вот в частности в январе 1937 года Познеев направил письмо на пяти страницах Таланову, в котором поделился несколькими соображениями по поводу дальнейшей работы еврейской секции. И что самое главное, он предлагал место еврейской секции при отделе народа в Беларуси организовать еврейский отдел на правах других национальных отделов музея. Но тут возникла проблема, потому что по уставу этнографического музея преобразование еврейской секции в полноценный отдел было бы возможно только в том случае, если бы еврейская автономная область была преобразована в республику, так как отделы музея были устроены в соответствии с национальными республиками. на что позднее возражал, что данный вопрос определяется фактической важностью народности для музея, а не титулами объектов изучения показа, тем более, что преобразование еврейской автономной области в республику вероятно недалеко. Вот так он думал. А далее вот еще интересный такой документ, что он привел еще ряд документов за создание именно еврейского отдела. Опять вот процитирую, опять позднее пишут. Следует также опасаться антагонизма азетов против секции, если она останется при каком-то из отделов музея. Будет она при белорусском отделе, украинском отделе, то украинский и крымский азет могут обидеться и скажут, что она их не касается. А ведь украинский азет самый мощный и бывший его председатель товарищ Каттель состоит ныне председателем обл. полкома еврейской автономной области вместо снятого за троцкизм Либерберга. Да, еще интересный тоже момент. Вопросе о необходимости с преобразованием еврейской секции в отдел ожидать преобразования еврейской автономной области в республику получается некий порочный круг. 28 декабря 1936 года на объединенном собрании Куйбышевского района Лен-Азета мной была дана информация по вопросу о еврейском отделе музея. Обратите, везде он пишет уже еврейский отдел. И знаете, некоторые азетовцы сейчас заговорили о том, что это очень важный аргумент для превращения области в республику. Выходит так, музей с учреждением отдела будет ждать республики, а евреи хотят использовать отдел, чтобы добиться республики. Мне кажется, что музею следует пойти навстречу желания еврейской общественности. То есть, вот, по-моему, опять, вот этот вопрос действительно репрезентации объекта, то есть, вот, мы видим, что он очень важен вообще для этого времени, да, что он как-то постоянно обсуждается, он постоянно присутствует во всех документах и письмах. Вот, а далее, значит, позднее выступил даже с таким докладом, который, опять, интересно называется, постановка еврейского отдела в государственном музее этнографии. И он предложил утвердить еврейский отдел на правах других национальных отделов музея, утверждая, что не следует создавать несколько еврейских секций при отделах музея и объединение, вот опять хорошо сформулировано, объединение всех евреев в одном отделе не встречает в отношении дореволюционного прошлого никаких препятствий. А что касается до послереволюционного периода, то никаких принципов, кроме равноправия и создания еврейской культуры, национальной по форме и социалистической по содержанию не проводится, поэтому возражений против их объединения может быть еще меньше. Вот, ну, однако, судя по производственному плану работы еврейской секции на 37-й год, она все-таки так и осталась секцией структурным подразделением отдела народа в Беларуси и это было по крайней мере до 39-го года. Причем разработка плана Биробиджанской экспедиции, ее проведение камеральной обработки собранных материалов были возложены на зав отделом народа Беларуси Антона Супинского и консультанта еврейской секции Позднеева, которые также составили первоначальную свету будущей экспедиции на сумму 150 тысяч рублей. Это довольно внушительная сумма по тем временам. Забегая вперед, следует отметить, что после открытия выставки евреев царской России и в СССР, которая открылась только в марте 1939 года, еврейская секция, хотя и не была преобразована в отдел, но получила официальное наименование секция евреев СССР. И фактически она действовала как отдел. Она действовала совершенно уже независимо от этого белорусского отдела и действовала как самостоятельный отдел. Ну и это вот видно, например, по документам 1940 года. Ну и вот сейчас просто я еще одну позволю цитату, извините, что длинные цитаты, но мне кажется, здесь очень важна риторика, чтобы мы почувствовали вот эти споры, из-за чего они возникают. Ну и вот в одном из документов секции тоже значатся, что результаты переучета показали, что по состоянию фондов всего 1341 предмет. Секция евреев, опять обратите внимание, является самым отсталым участком среди других отделов музея. То есть они себя все равно позиционируют отделом. Ну и отсталость это является следствием исторических судеб еврейской этнографии в бывшем этнографическом отделе русского музея, а отчасти в государственном музее этнографии. Указанная несправедливость по отношению к бывшему инородцу и инородному телу царского музея должна быть срочно исправлена, дабы создать прочную базу для организации действительно во хранилище научно-исследовательской и экспозиционной работы по этнографии евреев. Ну, далее, весной 37-го года для работы в еврейской секции был приглашен специалист в области еврейской этнографии, бывший консультант еврейского историко-этнографического общества Исаио Пульнер. В то время он заведовал еврейским отделением государственной публичной библиотеки в Ленинграде, а впоследствии возглавил секцию евреев СССР в государственном музее этнографии. Ну, и, несомненно, Пульнер идеально подходил для роли руководителя, поскольку в 1934-1935 годах он занимался составлением библиографии, сборника материалов по Биробиджану, а еще в январе 1936-го года подготовил специальную записку и схему выставки еврейской автономной области, которая предполагалась провести в залах публичной библиотеки. А ранее в 1936-м и 1931-м годах Пульнер неоднократно участвовал в экспедициях по изучению этнографии евреев Грузии и Белоруссии, занимался организацией еврейских разделов на различных выставках, в частности на антирелигиозной выставке в бывшем Зимнем дворце и в Ленинградском государственном антирелигиозном музее, работавшем здании бывшего Исаакиевского собора, а также оформил еврейскую выставку в Народном доме имени Горького в Ленинграде. Но вот об этой деятельности Пульнера, скажем так, связанной с антирелигиозными музеями и музеями истории религии, это вам расскажет Алла Соколова на следующих лекциях. А мы идем дальше. Вот, кстати, тут мы видим разделы, посвященные иудаизму в этих музеях. И нам следует сказать, что уже к началу 1937 года позднее Фукульна разработали детальный план экспедиции в Биробиджан и одновременно проект плана выставки, которая первоначально называлась Еврейская автономная область. Вот это название евреев царской России в СССР появилось несколько позже по мере того, как вот этот план расширялся, перерабатывался. Но вот в данный момент в 1937 году была важна этнографическая экспедиция. И участники экспедиции должны были собрать обширную информацию по истории и современному состоянию еврейской области, включая статистические и демографические данные о составе ее населения, сведения о сельском хозяйстве, промышленности и культурном строительстве. И как вы понимаете, особое внимание уделялось изучению этнографии различных этнических групп, населявших еврейско-автономную область, ну, это как еврейские переселенцы, эти самые амурские казаки, корейцы, китайцы, гольды, тунгусы. И предполагалось собрать предметную коллекцию материалов культуры и быта, образцы фольклора, изучить народные обычаи и ритуалы. Ну, и здесь вот что интересно, что вот эта вот экзотизация, ну, скажем, там, чужого, да, тех же корейцев, она, в общем, в документах секции, вот, где-то, которые уже после 36-го года, да, после того, как она была образована, несколько меняются, да, в связи с тем, что в это время очень важной мифологемой является такая мифологема, как дружба народов, да, и здесь уже как-то там драматизировать или экзотизировать какие-то другие народы было, в общем, даже опасно, потому что в этой ситуации могли, так сказать, обвинить в национализме и в шовинизме, и, как мы видим, что, ну, вот, в протоколах, например, заседания по поводу этой экспедиции, что, вообще говоря, например, вот, не знаю, там, в одном из протоколах я был крайне удивлен, что там вообще слово еврей не упомянуто ни разу, да, то есть там все как-то очень обтекаемо говорится, там, о разных народностях, вот, то есть, как бы, есть вот это уже опасность обвинения в шовинизме, который, в общем, после 30-го года, после 16-го съезда партии, когда, собственно, так сказать, и впервые появилась вот эта мифологена вирусба советских народов, ну, и, так сказать, были даже обвинены некоторые деятели еврейско-автономной области, вот, как раз, так сказать, в неких узких взглядов в том, что они, по сути, являются еврейскими националистами, и поэтому здесь вот все говорится очень-очень аккуратно, да, вот, ну, и далее, значит, был утвержден предварительный состав экспедиции, куда, помимо Познеева и Пульнера, вошла молодая тунгусоветка, как ее называл Познеев Валентина Романовского, и художник Георгий Троугод, вот, вы видите его портрет, вот, ну, это действительно такой замечательный художник, и, может быть, вы слышали вот о семье Троугодов, это вот сейчас очень известная такая семья в Петербурге сейчас, ну, там, и была, на самом деле, большая выставка в русском музее, вот, этой семьи, там, два, ну, как бы, Георгий Троугод, два сына и жена, то есть, они все были художники, и все очень известны, даже, вот, сейчас, вот, начальником экспедиции был назначен заместитель директора музея по научной части Дмитрий Соловей, и также первоначально планировалось, что в экспедиции примут участие председатель Леоназета Борис Эскин и публицист, бывший секретарь далеком Азета Михаил Кадышевич, которого Пульнер характеризовал как знатокаби Робиджана, но, действительно, Кадышевич там прожил довольно долго, ну, и судя по протоколу обсуждения планов экспедиции, распределение обязанностей между ее участниками предполагалось следующее, что Эскин и Кадышевич должны были заниматься организационными вопросами, Пульнер изучать еврейскую этническую группу, другие нацменьшинства, ну, в частности, Романовская, а архивную часть работы должен был выполнить позднее. Однако, вскоре командировка Эскина и Кадышевича в Биробиджан были отменены в связи с тем, что расходы экспедиции сократились почти вдвое со 150 тысяч до 73 по решению Центрального Совета Азета, который запретил выдавать кому-либо субсидии. Ну, и по этому поводу, в одном из писем Эскин писал позднее его, у нас остались лишь какие-то гроши для проведения работы всего года. Вот. И далее, конечно, следует пояснить, что вообще в это время дела Лены Азета шли в целом плохо, число ячеек резко уменьшалось, и как бы общее число членов тоже резко уменьшалось. Руководители Азета рассчитывали с помощью выставки в одном из главных ленинградских музеев заявить о себе, как об успешно функционирующей организации привлечь новых членов в свои ячейки. И с этой целью план проекта выставки «Еврейская автономная область» был включен в специальный такой фотодокументальный монтаж, который назывался «Работа Лены Азета». Ну и вообще следует сказать, что проблемы Лены Азета были вызваны общим кризисом этой организации, как, впрочем, и всего еврейского национального проекта в разгар большого террора. И в ноябре 1937 года был закрыт главный печатный орган Азета, журнал «Трибуна», а в мае 1938 года, согласно решению Политбюро Компартии Азета и Комзет были ликвидированы, а их руководство репрессировало. Ну, в первой половине 1937 года администрация Государственного музея этнографии вступила в переписку с различными учреждениями еврейской автономной области для облегчения работы участников экспедиции. Ну и основными партнерами в экспедиции и полевой работе должно было стать научно-исследовательская комиссия по изучению культуры и естественных богатств еврейской автономной области при облах полкоме. Ее председатель Михаил Бенфист в своем письме Таланову отвечал, что мы позволим себе обратить ваше внимание на то, что три при снаряжении экспедиции вам следует учесть, что такое глубокое изучение еврейской автономной области надлежит предварительно согласовать соответствующими руководящими органами центра края и области. Ну и следуя этому совету, заведующий музейным отделом наркопроса Феликс по просьбе Таланова отправил специальное письмо партийному руководству области с просьбой выделить одного-двух человека обкома и группу товарищей в помощь экспедиции. А, кстати, вы понимаете, вот почему вот, вот, скажем, этот вот товарищ Бенфист указывает на то, что нужно, так сказать, предварительно согласовать соответствующими органами эту экспедицию. Что там происходит в этот момент в Биробиджане? Кто может сказать? Особенность в чем ситуации 37-го года? Да, абсолютно верно, потому что что, японские войска абсолютно, да, оккупировали Маньчжурию, то есть это становится приграничной областью, да, и действительно, там, чтобы туда попасть, нужно было получить очень много пропусков, эти все пропуска есть также в коллекции, это можно посмотреть, да, в архиве Российского этнографического музея, вот, ну и с начала подготовки экспедиции, действительно, ее деятельность находилась под пристальным надзором Ленинградского, а затем и Биробиджанского НКВД, ну, например, постоянно возникали вопросы о праве фотосъемки, зарисовок населенных пунктов еврейско-автономной области, да, то есть надо было на это получать специальное разрешение, кроме того, надо было получать пропуска на посещение области и даже отдельные пропуска на право фотографирования, кроме того, надо было получать отдельные разрешения на использование фотографии которые были предоставлены местными фотографами вот и вообще говоря как опять писал позднее в одном из фильмов юг и запад пирамиджанов приграничная полоса с манджо года но это марионеточное государство которое там существовало куда требуется особое пропускаю здесь представители нквд и красной армии нельзя вступить и шар ну и к 12 апреля подготовка экспедиция была закончена и значит ее участники соловей позднее в пуль вармановского выехали беремиджан и двумя месяцами позже к ним присоединился художник троугод вот и во время экспедиции он сделал натурные зарисовки беремиджанских пейзажев колхозов каких-то производственных корпусов там мараморных разработок баракане и так далее последствия на основе этих зарисовок троугод выполнен настенный панно в технике фресковой живописи которые стали одним из главных экспонатов выставки евреев царской россии вот вы их тут видите да вот и интересно что это вообще была первая фресковая живопись музея да то есть никогда ничего подобного не делалось ну а тут конечно плохо видно да что там изображено но ну в следующей лекции мы это может быть как-то более детально разберем вообще говоря мне кажется что при создании этих прессов троугод вообще воспроизвел во все визуальные клише советской пропаганды какие только он мог собрать значит вот на этих картинах потому что там поля колосящийся ржи там комбайны обработка мрамора и даже самолет да но вы знаете что вообще говоря освоение воздушных пространств тоже был важен такой мифологемы сталинской пропаганды да и вот тут тоже не обошелся без самолетов что на мой взгляд довольно интересно ну хорошо что же дальше получилось так сказать связи с работы этой экспедиции то есть за четыре месяца членом экспедиции действительно удалось собрать обширные хотя несколько хаотичные сведения о промышленности сельском хозяйстве населения еврейской автономной области они в частности привезли отчеты местных органов власти в том числе о состоянии народного образования работе учреждения здравоохранения какие-то данные переселение евреев в биробиджан очень интересные там есть биографии местных стахановцев также они собрали образцы вот этого советского еврейского фольклора там различные карты и также они собрали материальные коллекции сделали триста двадцать один фотоснимок помышленных предприятий и колхозов биробиджан вот однако экспедиции план как вы понимаете не был полностью выполнен и в частности в отчете экспедиции было указано что предметы материальной культуры собраны только по корейцам предмету же материальной культуры евреев экспедиции не привезены по следующим причинам значит первое за короткий срок истекшийся дня начала переселения евреев в область не создано ничего характерного и отличительного от предметов бытующих у евреев украины и белоруссии мест выхода переселенцев и второе за дальностью расстояния переселенцы в большинстве своем не вывозили из мест выхода предметов своего домашнего и хозяйственного обихода мебель утварь инвентарь и так далее а что же касается одежды переселенцев то таковая ничего специфического в этнографическом отношении собой не представляет является совершенно идентичной общей одежде городжан заготовляемый советскими швейными фабриками мин швей нашли там и так далее и само собой разумеется что приобретать и вывозить с дальнего востока эти костюмы было не целесообразно вот еще ряд фотографий из коллекции музея но и понятно что в данном случае методы вот эта классическая этнография задействованы участников экспозиции для репрезентации национальную по форме и социалистической по содержанию культуры евреев-дарабиджана могли бы оказаться продуктивным но в рамках сталинского национально-культурного проекта из-за такой идеологической зашоренности такой подход явно дал сбой и в результате этнографической экспедиции ее участники получили лишь некие идеологизированные культурные суррогаты ну что я под этим имею ввиду но описание новых советских обычаев и ритуалов это коллективное чтение материалов о сталинской конституции демонстрации избирателей в городе биробиджане образцы политически грамотного фольклора но еврейские народные песни оставили не о конституции колхозные частушки дальше фотоснимки чертежи стандартных домов колхозных домов и тому подобное ну понятно что все это прекрасно вписывалось в общую канулу советской социалистической культуры но как и предметы материальной культуры там это одежда мебель утром ментально обрадала национальной самобытности и эта проблема в полной мере проявилась и на выставке евреев царской россии сср где были представлены материалы экспедиции и возможно поэтому в книге отзывов выставки появилась следующая шутливая запись одного из посетителей да все это очень хорошо но однако где же сами евреи участники экспедиции пытались найти другие причины помешавшие им выполнить намеченный план сбора материалов ну одной из таких причин они считали вот опять я цитирую этот цитату из их отчета намеренное вредительство бывшего руководства еврейской автономной области во главе с первым секретарем обкома матвеем хавкиным и председателем исполкома иосифом либерге билибербергом и так например участница валентина романовского отмечала в своем отчете что условия работы в экспедиции были чрезвычайно сложны хаотичным состоянием документов материалов почти во всех учреждениях что являлось следствием работы предительского руководства области разоблаченного незадолго до нашего приезда новое же руководство не было в курсе всех дел поэтому много времени у нас уходило на чисто техническую работу и вот интересно что вот этот аргумент о вредительстве он встречается практически во всех отчетах экспедиции да ну например в частности вот указано что ну в таком в общем отчете по экспедиции что 6 апреля 37 года на плену обкома был разоблачен первый секретарь обкома хавкин как троцкист и вредитель после чего началась смена руководства по области закончившиеся только после областной партийной конференции конце мая 37 года это обстоятельства естественно отразилось на работе экспедиции ее темпу в областных районных и городских учреждениях в это время трудно было получить нужную экспедицию информации материала как по еврейской автономной области в целом так и по отдельным вопросам связанным с хозяйственным культурным строительством области ну и должен сказать что вот эта просьба феликса кона показания помощи экспедиции не была удовлетворена удовлетворена ну по тем же причинам ну и в общем экспедиция тем не менее вернулась на ленинград и какие-то материалы там были собраны и все они в общем были представлены посредстве на выставке но что здесь важно сказать что вот эти сталинские репрессии не обошли стороной и участников экспедиции после их возвращения в ленинград и 1 октября 37 года 72-летний дмитрий позднее был арестован обвинен в шпионаже в пользу японии и приговорил комиссии к ввд и прокурорам сссо к расстрелу приговор был приведен в исполнение 30 октября 37 года и в дальнейшем вполне понятную причину материала еврейской секции его имя не упоминалось то есть нигде ничего нет вот ну и далее хотел бы сделать такое небольшое заключение да 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 нет он был реабилитировал по-моему уже восьмидесятый посмотри о нем есть вообще обширная литература там у него была дочка которая также значит она была там этнологом да и в общем о нем довольно много написано но вот об участии его качестве консультанта еврейской секции нигде нигде не написано поэтому это вот такой интересный вопрос и мне кажется такой важный в данном случае вопрос но теперь все таки вот к некоторым заключение что действительно в 30-е годы советская этнографика у нас понесла колоссальные потери и изучая архив российского музея этнографии в частности личные дела сотрудников музея можно обнаружить что подавляющее большинство было репрессировано в 30-50-е годы и и вслед за известным интрографом и антропологом сергеем руденко приговоренным в 30-м году по сфабрикованному делу академии наук десяти годам лагерей и последующей кампании по разоблачению вот этой руденковщины как политически враждебного направления науки были арестованы по различным обвинениям и репрессированы многие выдающиеся этнографы и антропологи которые также внесли определенный вклад развитие еврейской этнографии но среди них упомянуты в первой лекции вот александр миллер заведующий отделением кавказа этнографического отдела русского музея а затем он был директором музея который изучал культуру горских евреев аркадий заремский может быть тоже помните вот он организовывал экспедиции в подольскую полнтавскую черниговской губернии а также он был тем человеком который вывез определенную часть так сказать экспонатов музея еврейской историко-этнографического общества сразу после его закрытия и вот он их привез в музей на трех подводах как написано его в письме ну дальше можно вспомнить еще федора фию с трупа участника экспедиции в крым в среднюю азию марию фриды которая собрала очень интересные еврейские вещественные коллекции для музея подольской для музея значит вот этого этнографического подольской губернии ну это вот какие-то наиболее известные люди вот ну а на следующей лекции мы уже поговорим непосредственно о выставке да я как-то вам попытаюсь обрисовать ее да и поговорим непосредственно о том какие репрезентации еврейского культурного наследия и вот еврейского прошлого еврейского настоящего получились на этой выставке и что самое главное как они были восприняты аудитории вот то есть об этом весь материал это вот очень мне кажется тоже довольно интересно вот ну теперь какие вопросы да 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 это все можно посмотреть сюда вот на графическом музее в архиве посмотреть там есть два фонда вот один фонд пульвера вообще довольно большие фонда а второй фонд он по-моему просто называется фонд этого самого музея государства музея на графе и там весь в этом фонде такой большой раздел который так и называется материалы это вот еврейское сердце все все это в общем хорошо обработано да пожалуйста а вот можно сказать что у примера вот знаете определенное видение того как то есть можно ли сравнивать его например с проектом антикот который называется отличный вопрос но я бы хотел вам сейчас на него не отвечать потому что у меня вот следующая лекция как раз будет об этом да то есть вообще говоря вот исследовательница ну и наша хорошая знакомая Дебора Ялин да она она вот об этом написала по сути статью да которая называется после Анского авто Анский да и вообще она ставит вопрос довольно радикально то есть вот это вот деятельность пульвера как такого яркого представителя еврейской этнографии конца двадцатых тридцатых годов что это был так сказать разрыв или продолжение да вот то есть вот это довольно интересно ну давайте мы просто вот специально буду говорить об этом и какие-то работы с пульвера по этому вопросу я значит тоже процитирую вот пожалуйста еще ну смотрите вот с точки зрения imagine space да Биробиджан это конечно в первую очередь это некое воображение пространство и более того это пространство будущего да потому что если мы будем сравнивать например фотографии Биробиджана там ну или вообще просто почитаем какие-то материалы о Биробиджане какие-то там описание вот этого времени значит вот это конечно вот это это некая идеальное пространство, это гетеротопия, да, вот, то есть это некое даже мифологизированное пространство, то есть это вот такая мифологизированная родина всех советских еврейских трудящих, и это четко видно по этим панно и по другим экспонатам, причем, ну, я просто не хочу сейчас забегать вперед, там вот все расскажу более подробно дальше. А какая-то часть из этих садов-материалов уехала потом в музей в Бриджане или... Нет, нет, смотри, там, в общем-то, в Бриджан ничего не уехало, да, потому что там был еще один интересный момент о том, что вы, наверное, об этом слышали, что американские прогрессивные художники собрали, значит, такую целую коллекцию своих работ, которые они хотели передать в музей Бриджана, и действительно, первое, что было сделано, они привезли это в Москву, там устроили выставку, есть каталог, на самом деле, этой выставки, да, но потом, да, как я говорил, Азета закрыли, да, и вот эти вот работы, они оказались, ну, как бы в архиве Азета, да, в коллекциях Азета, да, а вот Польнер, он приехал в Москву и вообще весь этот архив забрал в Ленинград, и сейчас, ну, большая часть работ, она лежит также вот в художественном отделе, на графическом музее, можно их посмотреть, я даже их там атрибутировал, какие-то из этих работ, вот, там ко мне тогда специально обращались, да, то есть, вот эта выставка, она находится сейчас, по сути, ну, вся вот, все, все, что сохранилось, но там такие известные были художники, там, ну, не знаю, может, вы слышали, там, Воловик, например, ну, американские, еврейские, да, художники, вот, и там даже скульптура есть, ну, вот, там с ними там вопрос, вот, как они попали, но, в общем, на самом деле, вот в этом, на графическом музее, там довольно много интересных материалов по Биробиджаму, там можно провести довольно много времени их изучать. Так, хорошо, еще какие-то вопросы? А, ну, да. Смотрите, там материалы Пульнера, они, вообще говоря, отчасти разбросаны по разным архивам, да, но его, так сказать, полевые записи, полевые дневники, они находятся вот там в музее, а фотографии в, значит, вот, в музее антропологии и этнографии, да, то есть там целая коллекция фотографии, его, его белорусской экспедиции, да, вот, а его дневники, там, грузинской экспедиции, белорусской. Там участники Биробиджанской экспедиции, биробиджанской экспедиции, или не вспоминутесь, или? В смысле, что, что-нибудь? Биробиджанской экспедиции, или в их дневнике, или дневники? Ну, смотрите, там, скорее, нет, там полевых дневников нету, но там есть вот большое количество разных документов, да, то есть они собирали документы по архивам, и вот эти документы, они все там лежат по вот этой экспедиции, там большое количество документов, там, ну, разных, ну, я сказал, там, об образовании, там, документы каких-то колхозов они собрали, да, то есть там отчеты о деятельности, то есть, ну, там довольно много этих документов, то есть по экспедиции есть такой фондик, ну, такой, ну, в масштабах одного фонда, но, тем не менее, там, такой комплекс документов по экспедиции, там можно посмотреть. Так, хорошо, есть еще вопросы? Спасибо. Ну, хорошо, все, по-моему, спасибо.